МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельском областном суде оглашен приговор молодому человеку, который в октябре прошлого года в деревне Шарпиловка убил местную учительницу. На момент убийства жертве было 43, а напавшему на нее подростку 17. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес женщине не менее 30 ударов ножом. Судебное разбирательство над жителем Гомельского района длилось ровно 5 месяцев. На последнем заседании подсудимый сохранял непоколебимое спокойствие, а до момента оглашения приговора даже улыбался. Представители потерпевшей стороны в виде родственников погибшей учительницы и ее сожителя просили назначить убийце максимальное наказание. Суд учел все обстоятельства, в том числе и то, что на момент преступления убийце не было 18 лет. Своё совершеннолетие он встретил в следственном изоляторе 8 марта. Применить часть третью статьи 78-72 УК и по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний назначить к отбытию 10 лет 1 месяц лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Напомним, что трагедия произошла 17 октября 2016 года около 10 часов вечера в деревне Шарпиловка Гомельского района. Осужденный Владислав Юрченко проник во двор дома, где жила 43-летняя учительница. Выждал момент, когда женщина вышла из дома и нанес ей порядка 30 ударов ножом. До этого он был знаком с убитой два года, периодически помогал ей и её сожителю по хозяйству. В 2016-м украл у них болгарку и угнал скутер. Однако после этого инцидента стороны смогли примириться и обвиняемый должен был выплатить потерпевшим 60 рублей материального вреда. Незадолго до убийства обвиняемый и учительница встретились на улице. По словам осужденного, женщина спросила у него, когда он собирается возвращать деньги, и попыталась дать ему пощечину. Как вы оттянете вообще приговор? А как вы считаете? Мягкий приговор, да? За 31 удар с особой жестокостью. Как вы считаете? Нормально? Разве всего будет человек? Может быть он человеком? Скажите. На прошлой неделе судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда назначила наказание в виде 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества гомельчанину, который участвовал в разбойном нападении на двух и убийстве одного жителя Могилёва 15 лет назад. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о данном происшествии. История этой криминальной драмы в следующем сюжете. В том далеком 2002-м двое могилевчан решили разнообразить свой досуг и провести выходные в Гомеле, где на ледовой площадке проходил матч любимой команды. Прибыв в наш город, они, как им казалось случайно, познакомились с двумя радушными молодыми людьми, которые вызвались показать город и обещали незабываемый уикенд. Собраться через пару часов было решено здесь же, в одном из кафе-баров рядом с привокзальной площадью. Беседуя и выпивая рюмку за рюмкой за знакомство и гостеприимство гомельчан, парни завели разговор с двумя девушками, сидящими за соседним столиком. Гостям и в голову не могло прийти, что девушки находились там не просто так, а были подсадными утками. Подсыпать клофелин в спиртное им все же не удалось. И наблюдавший за происходящим со стороны координатор преступной группировки дал указание сменить обстановку. Девушки, намекая на заинтересованность в продолжении отношений, предложили кавалерам выехать на природу, посидеть у костра. Место выбрали на берегу Сожа, посреди кустарника, рядом со старым речным вокзалом. Продолжив распитие спиртных напитков, около 11 вечера одна из девушек предложила гостю, который был постарше, уединиться в лесополосе. Как только парочка скрылась во тьме, за ними последовал координатор банды и его товарищи, один из которых прихватил с собой биту. Могилевчанина принялись избивать вчетвером, нанося удары по голове руками и ногами, резиновой битой, а также найденной металлической трубой. Такая же участь постигла через несколько минут и его приятеля. Добычей злоумышленников стали наручные часы, сотовый телефон, золотое обручальное кольцо, цепочка, очки, деньги и даже кроссовки. Общая стоимость похищенного составила 107 минимальных зарплат. Избитых до смерти через несколько часов обнаружил случайный прохожий. Через 9 дней один из потерпевших, не приходя в сознание, скончался в больнице. Причиной смерти 32-летнего мужчины явилась открытая черепно-мозговая травма в виде переломов костей с водой основания черепа. Данные повреждения несовместимы с жизнью. Второму 36-летнему мужчине также были нанесены множественные повреждения. У него была обнаружена черепно-мозговая травма в виде перелома с водой черепа. Однако ему посчастливилось выжить. Преступную группировку, промышлявшую кражами, грабежами и разбоями, разыскали по горячим следам. Пять ее участников тогда предстали перед судом. Обвиняемые получили длительные сроки наказания и по сей день находятся в местах лишения свободы. Девушки, не принимавшие непосредственного участия в убийстве, отбыли наказание в виде лишения свободы сроком 6 и 9 лет. Однако после освобождения вновь совершили уголовные преступления и сейчас также находятся в местах не столь отдаленных. Избежать наказания и уйти от ответственности перед законом в то время удалось только одному, самому молодому, 18-летнему соучастнику преступления. Это и был тот парень, в руках которого находилась резиновая бита. Принцип неотвратимости наказания подтвердился на практике. Уже 33-летний гомельчанин. В этом году был задержан, ему предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Мы не обвиняемы по уголовному делу. Ранее проходил свидетель по первоначальному уголовному делу. Однако ни один из проходивших на тот момент преступников организованной группы не сдал его простым языком и не сообщил проходительному органу о том, что данный молодой человек участвовал в совершении преступления. Молодой человек находился все это время на территории Республики Беларусь, не скрывался, но, однако, справедливость все-таки восторжествовала. И его личность была установлена, и, соответственно, на сегодняшний день он направлен в суд. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Маскевичу наказание в виде решения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор вступает в силу через 10 дней после его провозглашения. В течение этого периода у обвиняемого есть возможность подачи апелляционной жалобы в Верховный суд Республики Беларусь. В Управлении Следственного комитета по Гомельской области расследуют уголовное дело о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, распространяемых через интернет-магазин. В качестве обвиняемых по делу проходят 6 человек. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Гомельского обл. сполкома задержали в Гомеле одного из обвиняемых, который ввез с территории Российской Федерации особо опасное психотропное вещество альфа-ПВП общим весом около 1 килограмма. Курьер планировал распространять наркотик через интернет-магазин, в том числе при помощи мелких дилеров. Во время обысков по месту жительства и регистрации обвиняемых обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, фасовочные материалы. На имущество обвиняемых наложен арест, изъяты также мобильные телефоны и компьютерная техника. Назначены криминалистические экспертизы. В Речице автомобиль-ровер снес бетонную опору линий электропередач. В ДТП пострадала семейная пара – 50-летний мужчина и его жена. По информации госавтоинспекции, авария произошла на скорости не менее 60 км в час. Предположительно, водитель почувствовал себя плохо, съехал в кювет и совершил наезд на бетонную опору. От удара иномарка получила сильные механические повреждения, а столб развалился на несколько частей. Водитель и пассажир были госпитализированы. Мужчина – в реанимацию, женщина – в отделении травматологии. Пожар в дачном посёлке уничтожил пять строений. Возгорание произошло на территории садово-огороднического товарищества «Родник» Гомельского района. По данным МЧС, сначала загорелся один из дачных домов. Сильный ветер способствовал распространению пожара, и в итоге в огне оказались пять построек. По версии спасателей, причиной могло стать выжигание мусора, которое стал проводить на своём участке 92-летний пенсионер. Затем на сарай и затронул три сельскохозяйственные строения соседнего участка. Мужчина пытался бороться со стихией самостоятельно, но получил ожоги рук и лица, впоследствии чего был госпитализирован. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Между тем, в МЧС предупреждают, что самой распространённой причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнём при курении. С начала года в Гомельской области на пожарах уже погибло 23 человека, в том числе один ребёнок. По статистике, основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, нарушение правил эксплуатации печного отопления, электроприборов, а также детская шалость с огнём. Поэтому хотелось бы обратить внимание на важность соблюдения правил пожарной безопасности, непренебрежение данными правилами, а также обучение ими, своих детей, родных и близких. Работа смотровых комиссий на местах по-прежнему остаётся наиболее эффективным способом предупреждения о совершении гражданами различного рода правонарушений и возникновения чрезвычайных ситуаций. В этом убедились наши корреспонденты, побывав совместно с другими субъектами профилактики в очередном рейде в Гомельском районе. Одинокие, пожилые и престарелые граждане, инвалиды, многодетные семьи и семьи, состоящие на учёте как находящиеся в социально опасном положении, злоупотребляющие спиртными напитками, граждане, которые длительное время не оплачивают услуги ЖКХ и те, кто неоднократно совершал административные правонарушения. Чаще всего эти категории входят в список адресов, по которым частенько наведываются смотровые комиссии. В состав комиссии входят все основные субъекты профилактики. Это спасатели, милиционеры, представители образования, жилищно-коммунального хозяйства, социальной, энергетической, газовой и медицинской служб. Работу возглавляют председатели сельских исполнительных комитетов. Во время работы смотровая комиссия обследует санитарно-бытовые условия проживания. В соответствии с их правилами пожарной безопасности проводит информирование населения о необходимости проведения ремонта печного отопления, электропроводки и установки автономного пожарного извещателя, замены либо ремонта газового оборудования. В многодетных семьях особое внимание условиям проживания детей, их досугу. Проверяется наличие запаса продуктов питания, отдельного места для отдыха несовершеннолетних. К сожалению, на территории Гомельской области уже зафиксирован случай гибели ребенка на пожаре. В связи с этим акцентируем внимание при работе смотровых комиссий посещения домовладений граждан на не оставление детей одних без присмотра и обучение детей правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Посещая дома сельских жителей, специалисты объясняли, что проблемы могут возникнуть из-за любой, казалось бы, мелочи. К примеру, белье нужно сушить подальше от отопительных приборов. Не следует одновременно включать в сеть большое количество электроприборов. И не стоит забывать о пожарных извещателях. У вас выявлено то, что села батареечка у вас, элемент питания, необходимо вас заменить. Значительная часть зафиксированных нарушений устраняется за счет средств самих граждан, либо с помощью детей престарелых родителей. Это говорит о взаимодействии работников соцзащиты с родственниками одиноко проживающих граждан, а также с руководителями предприятий, где эти люди раньше работали. Мы договорились с ними, что они эту замену сделают сами. В дальнейшем проконтролирует инспектор РЧС и председатель смотровой комиссии мне будет доложено, что крона заменена, и в акте смотровой комиссии будет отмечено, что замечание устранено. Предписание, указывающее устранить нарушения, моральная поддержка, помощь в решении бытовых вопросов или просто совет, работа смотровой комиссии в любом случае полезна. Главное понимать цели такого внимания, не игнорировать рекомендации и просто не стесняться обращаться к властям. За 2016 год в области обследовано 167 210 домовладений. В 8 семьях выявлено 15 несовершеннолетних, оставленных без присмотра родителей. 12 несовершеннолетних детей отобраны и помещены в социальный приют. 20 признаны в социально опасном положении. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». И берегите тех, кто вам дорог. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин